счет микротранзакции но в принципе можно было бы определить само явление как перечисление какой-то суммы денег которая в принципе по своему объему меньше чем сумма комиссии перечислять но в традиционных системах то есть как мы знаем денежные переводы банковские они достаточно дорогие и если мы переводим деньги между счетами мы платим достаточно высокую комиссию там допустим внутри еврозоны это 15 евро и соответственно если мы хотим как бы реализовать схему когда счетчик электроэнергии там забирает с клиентского кошелька какие-то деньги переводят электро поставляющие компании там каждый киловатт потекала дата такой вот системе с большими комиссиями это будет выглядеть невозможным и поэтому мы делаем не так мы считаем за месяц киловатты и выставляем счет как бы человеку который он как-то оплачивает не потом значит собираются вместе на каком-то промежуточном счету и там уже значит вот большими кусками банки друг с другом рассчитываются и все это выглядит так потому что осуществление транзакции достаточно дорогое в текущей системе как только мы получаем возможность осуществлять транзакции очень дешево благодаря там допустим таким технологиям как white network или плазма где собственно говоря транзакция практически ничего не стоит появляется возможность упростить эти бизнес-процессы получать деньги как бы сразу и сразу ну ими как-то распоряжаться то есть чем это интересно для бизнеса то что у него нет задержки между предоставлением услуги и появлением денег на счету то есть грубо говоря он сразу может там при получении денег инвестировать в покупку до нового товара там еще куда-то и так далее вот и ну собственно говоря это же еще и подводит какую-то базу под там отключение за они не не платежи которая может не накапливаться до человек там три дня не платит за допустим за электричество и мы отключили потому что но типа вот у него кредит есть на на три дня и и все то есть это как бы одну для бизнеса еще и в значительной степени там оптимизация и уход от рисков связанных с неплатежами решать этот вопрос можно ну по-разному потому что допустим интегрирование каких-то технических средств во все оборудование которое может перечислять куда-то деньги достаточно неприятная штука потому что но во первых при какой-то компроментации криптографии которая за всем этим делом лежит то есть если вдруг куда-то утекли ключи там допустим от набора оборудования то соответственно никто же не видит облегчения и не с одни не думают о том каким образом там инициированы те или иные транзакции тем более шик потом невозможно откатить соответственно как бы это открывает там возможности для кражи клиентских средств и и так далее вот поэтому как бы микротранзакции это палка двух двух концах с одной стороны она все упрощает с другой стороны она вводит дополнительные риски убирая их в другом месте как только опять же кто-то предложит приемлемое решение по балансу этих рисков которая скорее всего будет связано там с какими-то залогами с клирингом обязательств и и так далее то есть в более как бы традиционной форме с все-таки отложенным расчетом вот тогда она скорее всего хорошо стрельнет собственно говоря так вот как почему бизнес хочет в принципе пользоваться микротранзакциями и так то как сейчас все выглядит при вот таких крупных но более редких платежах связано с таким явлением которое называется как бы непрерывностью денежного потока то есть как правило бизнес он очень зависит от того чтобы деньги которые ему должны за оказанные услуги оказались в его распоряжении как можно раньше то есть микротранзакции во всяком случае даже в самом примитивной своей реализации типа там по киловаттная оплата за электроэнергию там оплата за потребленную воду там по литрам там и так далее вот она собственно говоря призвано обеспечить гладкость течения денежного потока между между бизнесами с тем чтобы бизнес мог использовать полученные средства для обеспечения своей деятельности как можно раньше в принципе ну вот на месте экономистов и на месте бизнес аналитиков я бы не стал замыкаться именно на микротранзакциях потому что есть проблема как любую проблему ее можно решать по-разному то есть это не обязательно должны быть микротранзакция потому что но как бы существует еще такая очень неприятная штука как требования по отчетности вот и в том случае если мы там долями копеек оперируем и миллионами транзакции то как бы подача отчета по движению этих средств она может превратиться немножко в кошмар не говоря уже о том что там даже первые вот реализации которые там пытались сделать еще до блокчейна в эпоху они немедленно натолкнулись на ошибки точности представления просто чисел компьютера там где очень маленькие как бы дробная доля накапливаясь приводили к потере достаточно больших сумм очень тяжело было отловить все эти ошибки и как бы найти где они вообще возникают то есть этим уровнем сложности никто в принципе них не хочет иметь дело вот поэтому надо рассматривать еще как бы и другие другие способы в целом как бы это элемент решения действительно очень большой проблемы которая портит всем жизнь потому что но мы очень часто слышим из всех щелей там про огромный там долг государственный далее вот то есть все всем должны и при этом ну как бы такое ощущение что мы должны там каким-то марсианом юпитерианом потому что на самом деле мы живем на довольно круглом шарике и все должны друг другу то есть при списании там просто при клиринге всех этих долгов их как бы ну становится там в тысячу раз меньше микротранзакция не в принципе как бы позволяют в значительной степени избежать возникновения самого этого долга то есть непосредственно сразу деньги на бочку никакого кредита приводит к тому что вот вроде как никто никому ничего не должен в данный в данный момент времени и соответственно как бы гораздо легче считать свои там финансовые характеристики гораздо легче ну часть вот этого денежного потока кому-то там допустим продать с дискаунтом получив там дополнительные инвестиции по первой видимости создает такую более твердую базу для кучи как бы вот бизнес-процессов и финансовых реализации всяких финансовых схем и инструментов которых вот всем не хватает да то есть допустим отпадает потребность там в банковском кредитовании значительной степени а это значит еще и потребность собирать там все эти бумажки околачивать пороги попадать в проценты откармливать в общем эту систему которая уже давным-давно никому не нужна то есть как бы есть большое количество плюсов но как я уже говорю возникают в другом уже совершенно месте значительные риски с которыми пока еще неизвестно пока что делать вот как только сформируется вот какой-то механизм чтобы решить проблему и не увеличить риски ну супер как бы мы все станем жить лучше и Продолжение следует...